Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. План. Основные понятия. Определение согласованное определение. Главное различие однородных и неоднородных определений. Знаки препинания в сочетании одиночных прилагательных и причастных оборотов. Порядок слов прилагательный и причастный оборот. Причастный оборот прилагательный. Одиночное согласованное определение. Определение, относящееся к разным реалиям. Определение, которое могут относиться к одной реалии. Правило для однородных определений. Правило для неоднородных определений. Тема сегодняшнего занятия «Знаки препинания при однородных и неоднородных согласованных определениях, стоящих перед определяемым словом». Предлагаю всем вспомнить, что такое определение и какие определения называются согласованными. В общем случае однородность от неоднородности отличается тем, что из однородных определений каждое непосредственно относится к определяемому слову, поэтому они занимают место одного члена предложения и должны отделяться друг от друга запятой. Левое же из неоднородных определений относится к сочетанию правого определения и определяемого слова, поэтому они занимают место двух разных членов предложения и не разделяются запятой. Различаются правила для сочетания одиночного прилагательного и причастного оборота и для двух одиночных прилагательных. Первое правило формальное, а второе содержательное. Одиночное прилагательное и причастный оборот. Сочетание одиночного прилагательного и причастного оборота все зависит от порядка слов. Если причастный оборот после одиночного прилагательного стоит, то перед ним ставится запятая. Например, иногда приходили по почте новые, изданные в эмиграции книги. Если причастный оборот уточняет значение предшествующего прилагательного, то он выделяется запятыми с двух сторон как уточняющий член предложения. Например, белая, беленая звездкой, риды тумб. Если же причастный оборот стоит перед одиночным согласованным определением, то, как правило, запятая между ними не ставится. Например, изношенная жизнью тощая француженка. Одиночное согласованное определение. Наиболее сложный в контуационном отношении, хотя в синтаксическом отношении простейший случай, это постановка двух одиночных согласованных определений при определяемом слове, существительном. Однородными считаются два совершенно разных типа соединения определений. Первое – это определения, которые относятся к разным реалиям. Например, иудейские, буддистские, протестантские лидеры. Один и тот же лидер не может быть одновременно иудейским и буддистским. Между такими определениями всегда ставится запятая. Второй случай – это определения, обозначающие признаки, которые могут характеризовать одну реалию. Например, загорелые светлоглазые сельчанки. Одни и те же сельчанки могут быть одновременно загорелыми и светлоглазыми. Между такими определениями запятая в некоторых случаях ставится, в других не ставится. Также бывают случаи, когда запятую можно ставить или не ставить по желанию пишущего. В общем случае запятую можно ставить, если для обоих определений можно найти общее родовое понятие. Часто это понятие связано с оценкой. Умная, добрая девочка – хорошая девочка. Холодная, ветреная погода – плохая погода. Общее понятие не обязательно должно формулироваться одним словом. Например, попробуйте-ка в большом чужом городе выследить осторожного человека. Большой чужой – город, неудобный для выслеживания. Если же подобрать такое общее понятие невозможно, то запятую ставить нельзя. Самая длительная судебная тяжба. В общем случае запятую можно не ставить, если можно отнести левое определение к сочетанию правого определения и определяемого слова. В школьной практике используется такой прием. От сочетания правого определения и определяемого можно задать вопрос к левому определению. Например, успешная научная работа. Научная работа какая? Успешная. Как видно из примера, часто неоднородными является сочетание качественного и относительного прилагательного. Если же такой вопрос задать нельзя, то запятая ставится обязательно. Например, кукольные драматические спектакли. Драматические спектакли не могут быть кукольными. Если выполняется и первое, и второе правило, то запятую можно ставить, а можно не ставить. Например, «Зина была, как две капли воды, похожа на Зою, такая же золотистая, с большими красивыми глазами, с усиками-антенками, без запятой. Большой красивый щегол с лоснящимися перьями вдруг перестал долбить, задорно чирикнул что-то и слетел на край западней. С запятой. Честно признаюсь, что это один из самых сложных случаев русской пунктуации. Поэтому желаю вам, чтобы вы с ним не встретились на диктанте. Редактор субтитров А.Семкин